Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня. Я еще раз всех поздравляю с Днем России, хотя рано утром я уже записывала видеоролик. Поздравления, наверное, вы уже все увидели. И сейчас, в честь Дня России, я сегодня буду подкармливать огурцы, вам сниму. И сейчас очень важная тема. Бор, вред или польза? Это для наших растений, для нас. Вы, наверное, сейчас видите, что очень часто вот это о борном опрыскивании. Все рекомендуют эти подкормки. Я вот тоже показывала, делала вот на этих рядах. Но в то же время в интернете много разговоров. Особенно в этом году начались какие-то вот такие страшные, ужасные разговоры о детской смертности. Даже вот у меня на канале там начали вот это очень страшно. Он накапливается, онкология, все. Так все-таки бор приносит нам вред или нет? Мы сейчас в этом разберемся. Мы все знаем, что бор это один из самых важных элементов. Некоторые его положительные, ну как, положительное влияние, которое он оказывает, некоторые знают. Самое распространенное, о чем все знают, это то, что повышается количество завязи. И от этого увеличивается урожайность томатов. Потом все знают, почти все, что. Ну это вот первое. Второе опрыскивание, когда мы повышаем завязь. Все знают, многие, по крайней мере, что третье опрыскивание мы делаем, чтобы повышался процент сахара в плодах, то есть сахаристость. Вот когда они уже большие налились, мы обрабатываем их в последний раз, чтобы была сахаристость в плодах. Об этом все знают. Но еще есть такие качества, о которых, ну некоторые не знают, особенно начинающие. Например, он нормализует бор, усвоение других элементов из почвы нашим растением. Потом он нормализует состояние растения, перекормленного азотными удобрениями. Он улучшает дыхание корневой системы вот этого растения, из-за чего вот начинается рост, образование вот этих точек роста, новых побегов. Плюсов у него много. Есть ли минусы у бора и действительно ли он так страшен, так опасен, как его молюют? Начнем с того, что все разговоры о вредности бора, о его коварстве основаны на свойстве накапливания бора. Вот он способен накапливаться у нас в организме. То есть, если плоды насыщены бором, и мы употребляем, у нас все это никуда не девается, накапливается, и потом возникают различные заболевания. Но дело в том, что ведь бор-то необходим растениям в микродозах, вот в минимальных дозах, вот совсем я сейчас вам скажу, сколько там миллиграммов приходится на одно растение при каждой обработке. И если делать подкормки обдуманно, обоснованно, то никакого вреда не будет ни растению, ни тем более вам. Если вот сказано, три обработки за сезон, бутонизация, начало плодообразования, вот завязывание плодов и именно само плодообразование. Все, сказано три раза, не делайте больше трех раз. Потом дозировка. Не превышайте дозировку, указанную, ну, рекомендованную вот специалистами, указанную на садовых пачках. Вообще везде написано, что больше 0,1% раствор делать не нужно. Какой это процент 0,1%? Это значит 1 грамм бурной кислоты на 1 литр или 10 грамм на 10 литров воды. Если вы боитесь 10 грамм, некоторые считают, это очень вредная дозировка. Я в конце ролика расскажу, какая из этих вредная, а какая нет. Нет. Если вы боитесь 10 грамм на 10 литров, сделайте 5 грамм на 10 литров воды. Сделайте, в конце концов, 2 грамма на 10 литров воды. Вот самое распространенное, вот новички, которые используют, 2 грамма на 10 литров воды. Это пол чайной ложки, если вы боитесь, ну, нечем свешивать, пол чайной ложки на 10 литров воды. Если нужно меньше, значит делите на две части Если уж вы совсем не уверены, что сможете составить правильно раствор Сможете правильно свешить, не сожгете, не погубите То просто покупайте в магазине комплексное удобрение Вот микроэлементы, где есть бор Я уже рассказывала, я в теплице обрабатывала 9 микроэлементов, в которые входит бор Они тоже могут заменить вот эти опрыскивания, прекрасно помогают Сейчас расскажу о дозировках Вот и у меня на канале, и во многих других есть такие, как бы, огородники, все знающие Которые пишут, нельзя обрабатывать 10 грамм на 10 литров воды дозировка Вы губите свое здоровье, вы заболеете онкологией У вас у всех, у семьи будет рак, вы все умрете Вы все, короче, такие страшные вещи Но тут, знаете, я даже не могу, мне смешно Тут срабатывает наше поверхностное мышление Вот человек видит 10 грамм на 10 литров 10 грамм это в 5 раз больше, чем я делаю 2 грамма на 10 литров Давайте разберемся Вот у нас сейчас эра интернета, она отучила нас думать самостоятельно Иметь свое мнение и анализировать Анализировать вот что-то, вот какую-то информацию нужно анализировать Вот смотрите, я сделала раствор 10 граммов бурной кислоты на 10 литров Так как мне не надо целое ведро, я делала баклажку 5-литровую Я вам рассказывала, показывала, как я опрыскиваю все Это значит 5 грамм на 5 литров воды Я пошла, обработала весь участок, все-все-все опрыскала Ее надо немного же при опрыскивании, там же мелкими капельками Я обработала около 2000 растений При несложном подсчете, если мы разделим 5 грамм на 2000 растений Я специально не поленилась в калькуляторе Посчитала 0,00 после запятые и 0,025 грамма получила каждое мое растение Огородница, которая писала, что я гублю там все и себя и растения Которая сделала 2 грамма на 10 литров И приготовить такую же баклажку 5-литровую Это значит 1 грамм на 5 литров Но обработает свои 200 растений Делим 1 грамм на 200, получается 0,00 после запятой И 5000 штук И вот получается, что я дала своему каждому растению Дозу в 2 раза меньше, чем та зрительница Которая делала раствор 2 грамма на 10 литров Но она тут же, как не подумав, пишет, что для растений, для моих это вредно Для меня это вредно Мы все умрем, мы все заболеем Но ей надо о своем здоровье как раз задуматься Она ведь делает дозировку в 2 раза больше для каждого растения, чем я Вот на этом примере я хочу показать, что Не важно, какую дозировку вы разведете Ведь самое главное, сколько граммов получит каждое растение Мы просто не любим, вот мы уже отучились Не любим думать, не любим анализировать Чуть-чуть поглубже не любим зайти Увидели 10 грамм на 10 литров Это так много, это так вредно Вот это как раз и не вредная дозировка Если я на весь огород сделала А вредная дозировка 2 грамма на 10 литров Когда вы свои маленькие 200, а может быть даже 100 растений Так-так обработаете, что все эти 2 грамма войдут в эти растения Поэтому нельзя однозначно судить ни о чем Пока вы не сядете, не проанализируете И вот на основании этого рассказа я хочу вам сказать, что Бор не принесет никакого вреда Если в микродозах, по рекомендации специалистов Три подкормки, не превышая дозировки Вы обработаете свои растения Будет только польза, никакого вреда не будет Все годами обрабатывают И слава богу, нет Есть онкология у людей, которые вообще этим не занимаются И даже не имеют огорода Вот и делайте выводы, вред или польза Про пользу я знаю, но вред пока что я на себе не ощущала И желаю вам тоже всем здоровья Больше доброжелательности А самое главное, включайте мозги Перед тем, как сделать что-то в огороде И перед тем, как сделать оценку какому-то своему действию Нужно глубоко-глубоко подумать Заглубляйтесь Все, до свидания С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука И это о боре Вред или польза? Я уже много-много посвятила видеороликов Борному опрыскиванию Потому что это популярная вот такая процедура Многие пользуются Но даже не все до конца знают Зачем они это делают? Почему именно столько граммов им нужно разводить? Я сразу говорю Я делаю и 10 граммов на 10 литров И 5 граммов на 10 литров Это безопасная дозировка Насмотря на сколько кустов Вы это все разольете Все, до свидания Теперь уже точно до свидания Субтитры сделал DimaTorzok